Диана Шилова В среду, 15 марта, Институт геологии и нефтегазовой технологии КФУ посетила делегация посольства Республики Куба. Какова была цель визита, ты узнаешь в следующем сюжете. В среду, 15 марта, Институт геологии и нефтегазовой технологии Казанского федерального университета посетили представители посольства Республики Куба. Основная цель визита заключалась в дальнейшем сотрудничестве и подготовке кадром Институтом геологии и нефтегазовой технологии. Как отмечала заместителем директора по маркетингу КФУ, предлагает кубинским студентам три направления подготовки. Один из них заключается в изучении русского языка уже в ходе учебы. Третье предложение у нас. Когда мы учим русскому языку один год у себя в университете, и второй год интенсивно переподготавливаем ваших специалистов на русском языке. Значит, это на один год короче получается. Отмечалось, что КФУ готов к плодотворной и долгосрочной работе. При этом ко всем задачам, которые могут поставить кубинские партнеры, будет найдено решение. В ходе встречи обсуждались не только возможные академические программы, но и сотрудничество. В плане создания совместных проектов, а также оценка запасов и их поиски на шельф на земле. Позже представители посольства Республики Куба посетили лабораторий института, оценив возможности, которые представлены в Казанском федеральном университете. Диана Шилова, Леонид Влетяров, Универ Ньюс. Проблема финансовой безграмотности – одна из самых актуальных в современном мире. Об этом на своем мастер-классе студент МКФУ рассказал председатель наблюдательного совета Банка Казани Оскар Прокопьев. О том, как важно в современном обществе быть финансово грамотным, не говорит только ленивый. Для журналистов этот вопрос стоит не менее остро. Например, чтобы свободно говорить о сложной экономической ситуации банков, нужно знать всю ее подноготную. Об этом на своем мастер-классе студентам высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ рассказал председатель наблюдательного совета Банка Казани Оскар Прокопьев. Бакалавр Лондонской школы экономики и политических наук рассказал студентам о сложившейся экономической ситуации в стране и о том, почему так важно быть экономически подкованным. На сегодняшний день, к сожалению, эти все моменты присутствуют и мошенники, и аферисты, и авантюристы, которые предлагают какие-то легкие деньги. И люди до сих пор не могут разобраться для себя, понять, что на самом деле приведет к обогащению, а что не приведет. Чтобы не совершить ошибок, необходимо любому человеку разбираться, финансово хотя бы в базовых. Финансовая безграмотность населения – это большое бич-общество. Чтобы помочь студентам и журналистам разобраться в этой теме, Банк Казани совместно с Высшей школой журналистики и медиакоммуникации запустит курс мастер-классов от топовых экспертов по вопросам экономики, маркетинга и менеджмента. Это вообще проблемы наши с вами. Проблема тех, кто работает на широкую аудиторию, на общественное мнение, формирует ее в разных компаниях, непосредственно разложится со словом, с картинкой. Помимо бесплатных мастер-классов, Оскар Прокофьев советовал студентам в интернет-площадке для изучения базовых вопросов в экономической сфере. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Читая произведения о баллах 18-19 веков, девочки всегда представляют, как они в пышных платьях с высокими прическами красиво вальсируют с галантным кавалером. Перенестись в эпоху 19 века вместе с учениками IT-лицея КФУ смогла и наш корреспондент Анна Глазунова. Балы для IT-лицея Казанского университета стали уже давно хорошей традицией. Совместно с ученицами 12-й гимназии Миниаитовой состоялся пятый весенний бал. Вальси-лицея – это традиция уже самого открытия 2012 года. Это традиция, которая посвящает наших детей в традиции истории того времени и, прежде всего, умение танцевать, общаться с девушками. Но кто не знает своей истории, тот не видит своего будущего. Я думаю, что это, во-первых, самое важное. Пусть же сложившиеся традиции бал прошел в концертном зале Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. В этом году он был посвящен советской рок-опере «Юнона и Авось». Известную историю о русском мореплавателе и его возлюбленной дочери-губернаторе Аляски. И дети радостно восприняли эту тему и решили уже поздравить нас с таким своим атмосферой праздничной в танце. В эпоху того времени люди всегда стремились налаживать отношения с представителями различных кругов общества. С этой целью не устраивались балы. Гости обычно вели светские беседы, говорили о театре, музыке, последних новостях. А ученики IT-лицея и 12-й гимназии смогли не только сами перенестись в то время, но и приблизить гостей к атмосфере 19-го века. Это мой первый бал. Мы начали готовиться в начале третьей четверти. Я всегда хотела тут варь на Вологду, потому что это здорово. Мне кажется, каждый должен уметь танцевать. Когда ты его надеваешь, начинаешь танцевать. Кругом царит такая атмосфера. Костюм, естественно, важен, и он еще больше приносит тебя в ту эпоху. Над костюмами учащиеся постарались изрядно, платья в пол, костюмы и фраки. Все участники бала блистали нарядами и кружили в вальсе. А девушки, ровно держа осанку и улыбаясь, с радостью соглашались на еще один танец с кавалером. Все гости участники бала запомнят это событие еще на долгие годы. Анна Глазунова, Ленардо Влесьяров, Универ Ньюс. Любую высоту можно покорить, а любое препятствие преодолеть. Те, о ком пойдет речь в нашем следующем сюжете, наглядно это доказывают. Психолог Казанского университета объясняет, где паркур заканчивается как уличный вид спорта и начинается как субкультура. Забудьте все, что вы видели в кино. В нашем следующем сюжете ты узнаешь, почему паркур бесповоротно меняет жизнь современных молодых людей. Смотрим! КАФУ Камиля Насиболова к детальному исследованию особенностей столь современного молодежного увлечения. Исследователь убежден, что трейсеры уже в движении осознают ключевые коды постмодерной эпохи, как фрагментированного и нестабильного общества, в котором всегда преобладают тревожные настроения. Таким образом, каждый трейсер неизбежно приобретает способность совершенно иначе воспринимать пространство, а в дальнейшем и вовсе по-другому смотреть на мир. Как говорит автор исследования, паркур – это непростое умение владеть своим телом, а своего рода социальная философия постмодернизма в движении. Как-то меня очень удивило, когда я начал изучать сообщество паркура, что многие идеи, которые описаны постмодернистами, это прежде всего французские постструктуралисты, так называемые, они достаточно сложные, философские и касаются каких-то ключевых аспектов нашей современности. Я их увидел очень явно в практике движения ребят, которые занимаются паркуром, так называемых трейсерами. Изучая современное общество, психолог Казанского университета пришел к выводу, что паркур можно назвать зеркалом, отражающим характерные черты современного мира. С одной стороны, это может показаться удивительным, ведь паркуром занимаются в основном подростки и молодые люди, которые, конечно же, не задумываются над осмыслением особенностей современности с использованием продвинутых социальных теорий. Паркур, как тип мышления, Камиль Новсибулов изучал более двух лет, а теперь результаты исследования готовятся к публикации. Цель, как мы узнали уже трейсеров, стоит в том, чтобы обрести способность двигаться как волна, то есть двигаться свободно, двигаться так, как тебе нравится по городу, не испытывая при этом ограничений, то есть испытывая при этом большое удовольствие, то есть это очень ресурсное состояние. Поэтому здесь, ну, это не только спорт, сколько вот освоение этого способа движения. Является ли паркур спортом? Этот вопрос до сих пор вызывает споры. Во время исследования Камиль Новсибулов постарался понять, где заканчивается паркур как уличный вид спорта, и начинается субкультура. Как рассказал автор исследования, молодые люди во время тренировок обретают новое мировоззрение, и даже со временем перестав заниматься паркуром, сохраняют приверженность к его философии. Это объясняет, почему трейсеры всегда узнают друг друга, где бы они не встретились, и как бы они не выглядели, даже если они никогда прежде друг с другом не общались. И теперь всегда есть уверенность, что результаты данного исследования в значительной степени будут способствовать развитию каждой личности и мировоззренческих позиций. Аделя Шамилова, Ленар Тавлетиаров, Универньюз. Сегодня на этом все. Будь всегда в теме с Универньюз. До скорых встреч!